Степан Чахотин Степан Чахотин был четвертым сыном моего деда. И младшим братом моего отца. Родился он в 1888 году в Константинополе, в Турции, где его отец был дипломатом. Затем он вместе с отцом переехал в Ниш на юге Сербии, где отец был консулом. И жил там до 1903 года, когда он переехал в Одессу, поступив в Одесскую третью гимназию, которую закончил в 1908 году. И поступил в Николаевский императорский лицей. Проучившись в Москве, он переехал в Ярославль. С 11-го года учился в Ярославском юридическом лицее имени Демидова, который не успел окончить в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны. Был мобилизован, закончил военные курсы, получил должность подпоручика и был направлен в 1915 году в Галицию, где воевал в то время, когда был знаменитый Брусиловский прорыв. В конце 16-го года в рамках 4-й бригады, которая была направлена России в помощь западным странам, альянсам союзников, оказался в Македонии, где воевал полгода. Там же был ранен, заболел малярией и был отправлен на лечение на юге Франции. В 1917 году он был во Франции, и там он встретил трагические события России 1917 года. Сперва Февральскую революцию, а затем и Октябрьскую революцию. В то время мать переехала, которая всю жизнь жила в западных странах, то во Франции, то в Италии, в Испании, в Германии. Приехала к нему во Францию. С ней он всю жизнь переписывался. Отсюда и все те письма, которые сохранились в архиве Сибири. И в один день, когда он переезжал из Ниццы в Париж со всеми своими работами художественными, поэтическими, фотографиями, которые он сделал на фронте, у него украли все его вещи. Оказавшись без документов, ему пришлось подписать соглашение с командованием русской белой армии о возвращении в Россию. И он вернулся в Одессу в начале, в январе 20-го года. Два месяца спустя большевики, армия Котовского, конная армия Котовского захватила город. И, по сути дела, его намерение вернуться во Францию к матери оказалось невозможным. В течение 10 лет он пытался найти пути возвращения, но бесполезно. Он никак не мог демобилизоваться, поскольку он был вынужден стать инструктором по обучению будущей Красной Армии в Одесской высшекомандной школе. В 1920 году он был арестован как офицер, пробыл полгода под арестом. Проработав в этой школе, в этом училище, он был второй раз арестован в 1925 году в связи с случаем гибели одного из его курсантов, который подорвался во время гранатометания, но также был освобожден, поскольку его вина не была доказана. С этого момента в течение 5 лет он продолжал пытаться уехать на Запад к матери, но безуспешно, страшно бедствовал. И вот в конце 1930 года он из переписки, из отсутствия писем, которые мать ему посылала, он понимает, что его письма пропадают и что ему не удастся, по всей видимости, соединиться с матерью. В январе 1931 года он был арестован и расстрелян 11 июля 1931 года, тогда, когда в Одессе, на Украине и по всей России прошло, так сказать, известное дело, которое известно как «Дело весна» или «Дело о расстреле воинспецов», когда по всей России, Советскому Союзу были расстреляны 15 тысяч из числа офицеров, которые участвовали в Первой мировой войне и которые после, в течение этих лет, по сути дела, и создали костяк новой Красной армии. После Степана осталось более 600 писем, которые он посылал матери практически в течение 33 лет. Сохранились более 300 его рисунков. Конечно, это маленькие рисунки, которые он посылал матери. Более крупные работы, о которых он упоминает, конечно, пропали при его аресте. Из эпистолярного его наследия сохранился сборник «Голубая тетрадь», который он выпустил в марте 2014 года, до того, как быть мобилизованным. Это единственное, что сохранилось из его поэтической деятельности. И этот сборник, по сути дела, был в 2014 году переиздан в качестве репринта Ярославским государственным университетом имени Демидова к столетию первого выпуска в память о истории жизни бывшего лицеиста Ярославского тогдашнего Демидовского лицея. Прошедшие четыре выставки в России были построены, были задуманы с тем, чтобы вернуть в память об этом россияне, моем дяде, если бы не сохранились его письма, не сохранились его рисунки, исчез бы в небытие. Но тем самым он вернулся с этой выставкой, в которой участвовал, находил и были выставлены более ста работ. Выставки состоялись первое, с декабря по январь 2015 года в Ярославском художественном музее, затем в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына, летом 2015 года при Углевском историко-художественном музее и, наконец, в конце 2015 по середине января 2016 года в музее Владимира Набокова при Санкт-Петербургском государственном университете. Было завершено это мероприятие с блестящим выступлением псковского публициста и писателя Валентина Курбатова, который дал четкий анализ о том, что собой представляет личность и поэзия Степана Чахотина, включив его в рамках поэтов и художников второго ряда эпохи, которая известна в России, культурной эпохи известны в России как мир искусства и серебряный век. Непрочитанные страницы в Ярославском художественном музее открылась выставка Степана Чахотина. Художник и поэт, трагически погибший во время репрессий в 1931 году в Одессе, оставил небольшое, но значимое для культуры и истории России наследие. В Ярославле его работы представил художник Петр Чахотин. Мы давно работаем с Петром Сергеевичем Чахотиным. Он художник, автор каких-то фантастических проектов, в которые вовлекал и Ярославль тоже, и наш Ярославский художественный музей. Мы давно говорили с ним о выставке представителей его семьи. У них же очень интересная семья Чахотиных, среди представителей которых и дипломаты, и ученые с мировым именем, военные, художники. Ну вот получилось, что мы показываем сейчас работы дядюшки Петра Чахотина, Степана Степановича Чахотина. Идею об открытии выставки Петр Чахотин вынашивал десятилетиями, и только сейчас, спустя почти 30 лет, ее удалось реализовать. В экспозиции представлены 88 работ. Это небольшая часть семейного архива. Это письма, которые он направлял своей матери, моей бабушке, Александрине, и в течение, по сути дела, всей жизни. Это была его большая, так сказать, любовь, мать. Мать жила на Западе, иногда приезжала в Одессу, поэтому сохранилось около 680 письм. Письма своей матери Степан Чахотин писал на протяжении 30 лет. Каждая сопровождалась небольшими, способными поместиться в почтовый конверт рисунками. На выставке также представлен цикл иллюстраций к очерку его брата, известного ученого Сергея Чахотина. Я смотрел эти рисунки, все его письма читал. Это какой-то непостижимый лично для меня мир. Он не художник, он не имеет специального образования какого-то, но в силу внутренней огромной культуры он снабжал свои письма рисунками. И рисунки эти, вот они, рисунки такие наивные, непрофессиональные, но в них столько профессионализма. Совсем такие небольшие маленькие работы, но в них чувствуется эпоха, в них чувствуется почерк. И, наверное, вот самое главное то, что она вот создает, делает то, что нам необходимо для создания нашего будущего. Это все-таки соединить эпохи. На протяжении всей своей недолгой жизни Степан Чахотин стремился к литературно-художественному творчеству. Рисовал, работал в театре, писал стихи. Именно искусство поддерживало его в самых трудных жизненных ситуациях. Я легким шагом прохожу незримые ступени. И вдаль ясно грежу, где тают сны и тени. Молитву к вечной красоте пою я, как умею. И ехал в близкой высоте, я слышу. Я радую. Но много-много-ти чудес, прекрасные вновь земное. И луч иззади на храм небес, и солнце золотое. Помчались призраки, и смелец, драк за ними следом. Я слышу. Звонки рок-весны зовет меня к победам. Субтитры создавал DimaTorzok 30 января 2015 года выставка непрочитанной страницы открылась в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. На открытии присутствовал его директор Виктор Москвин. В своем выступлении Виктор Александрович особо подчеркнул, что новая экспозиция – это не только сохранение памяти о Степане Чехотине, прекрасном художнике и ярком человеке, но и бесценный вклад в историю нашей страны и русского искусства. За всю тысячелетнюю историю России 20 век был самым катастрофичным. Но и в условиях этой катастрофы люди продолжали не только жить, но они продолжали бороться за правду, они продолжали бороться, сохраняя собственную честь, достоинство. И в этой ситуации они продолжали творить. И вот сегодняшняя выставка показывает Степана Чехотина и как творца, и как человека, который был свидетелем, участником тех событий 20 века, которые в нашей истории стали тяжелыми и ярко тяжелыми. Я бы их, может быть, определил. Спасибо за то, что вы ту выступку сделали в Ярославле. То есть вы возвращаете имя в родные места. Это очень и очень важно. Мы как раз тоже пытаемся так же поступать, что выставки должны быть не только в столичных городах, но и должны быть на родине. Или там, где человек родился, или там, где он учился, где он провел свои лучшие годы. И люди должны знать об этих людях. Так что огромное вам спасибо. Степан Чехотин был не только замечательным художником, но и великолепным поэтом. Поэтом от Бога, отметил историк русского зарубежья, поэт и бард Виктор Леонидов. Очень эмоционально и чувственно он прочитал два стихотворения из голубой тетради Степана Степановича. Прошли незабвенные ночи, промчались с последней грозой, и дни наступают короче с морозной метельной зимой. И в длинные ночи мне жутко о сладких часах вспоминать, где песни, где резвая шутка, рукой через тан обнимать. И в зимние ночи мне скучно, мне страшно в слепой темноте, и только молитва беззвучна, шепчу я к любви, красоте. Вы знаете, вот к любви, красоте этот человек, этот удивительный человек, удивительный, правда ведь, какие замечательные стихи, да? Как он тянулся дальше вот ко всему прекрасному, что дарила жизнь. И как, конечно, недопустимо мало он прожил. Ирина Мстиславовна Геника, друг Петра Чехотина, оказала неоценимую услугу при подготовке издания голубой тетради. Она одной из первых познакомилась с литературным творчеством Степана. И это знакомство подарило ей бесконечные чувства и мысли. Я читала эти письма, сидя в деревенской избушке, очень старой, под обличем. Этой избушке уже больше ста лет. В такой полудьме, вы знаете, с каждым письмом я все больше и больше проникалась с каким-то сочувствием, необыкновенным уважением и любовью к этому человеку. И думаешь, Боже мой, какие же небеса, но та природа не погиб еще тут край. И для столько талантливых людей такие таланты. И сколько этих талантов ушло, не появившись перед нами. А вот, слава Богу, Петр Сергеевич помог нам узнать этого талантливого, красивого, замечательного человека. Помню маму, тройки, бал, святки, помню свечи, помню я стихи писал, мир хорош и вечен. Сон, постой, не уходи, где тот мальчика розовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. «Получила ли ты мою открытку» Под таким названием в Угличском музее открылась выставка рисунков и рисованных открыток Степана Чехотина. Темы работ – натурные впечатления, природа Италии и жанровые сцены у моря. Рисунки по размеру с почтовый конверт. Их Степан Степанович отправлял своей матери в письмах. Цельба – одессея русского интеллигента, но немножко другого русского европейца. Это человек, который несет в себе и Россию, и Европу. И для которого также дорогая Россия, как дорогие и священные камни Европы. Я очень люблю эти рисунки. Они очень талантливые, вроде бы они не профессиональные. Но что такое профессиональность? Если мы будем судить о том, что под профессиональностью сегодня показывается, они на несколько порядков выше, зачастую, современного дискуссии и живописи. Они искренны. А раз истинны, значит, право правдиво, значит, это ценно. Значит, это и есть истина. Любительство, профессиональное любительство. На открытии были прочитаны некоторые произведения из сборника стихов Степана Чехотина. Книга была издана в 2014 году Ярославским государственным университетом имени Демидова. Причувствие зимы суровой хранит в себе туман сырой. В груди моей с любовью новой. Безумья пламя голубой. Человек, который был склонен к творчеству, был захвачен творчеством, понимал тонко поэзию, живопись, он вынужден был участвовать в военных действиях. Он вынужден был даже учить гранатометанию. К несчастью, так получилось, что все его многочисленные таланты и возможности, он знал иностранные языки, редакционное дело, все это не очень пригодилось. Рассматривая эти рисунки, мы можем говорить о том, что здесь, конечно, очень много от стилистики и от эстетики журнала мира искусства. От художников рубежа 19-20 века, что-то там можно найти от Сомова, в какой-то мере, может быть, от Борисова-Мусатова, вот мать, читающая книгу где-то в парке. И потом вот эти виньетки, которые тоже отсылают нас к журнальной графике. Эта выставка интересна еще и тем, что впервые Угольский музей показывает не произведение живописного искусства, изобразительного искусства, это произведение эпистолярного жанра. Фактически, многие специалисты, литературоведы считают, что эпистолярный жанр навсегда ушел, был утрачен. Но нет, сегодняшняя выставка доказывает и говорит нам о том, что эпистолярный жанр не забыт ни в коем случае. И я надеюсь, что люди, пришедшие на эту выставку, увидевшие вот эти произведения искусства, это не просто письма, это действительно произведения искусства, они вдохновятся, получат некий стимул, импульс, и возьмутся за перо, и начнут писать письма друг другу, любимым, друзьям, родным и близким. Последняя из четырех выставок Степана Чехотина была открыта 3 декабря 2015 года в северной столице России, Санкт-Петербурге в музее Владимира Набокова Санкт-Петербургского государственного университета. Место выбрано не случайно. Всемирно известный писатель Владимир Набоков был моложе Степана Чехотина, но тот и другой входят в эпоху Серебряного века и мира искусства. Выставка открылась по инициативе директора музея Татьяны Олеговны Пономаревой и проходила в дни четвертого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Для нас этот формат действительно новый, но крайне интересный и важный для университета, поскольку и изучение истории, наследия и великих россиян, и, возможно, менее известных пока людей, чья судьба связана с Россией, это, собственно, тот залог будущего, ради которого работает университет, университет, который был первым университетом, основанным в Российской Федерации. И я благодарен Петру Сергеевичу за его энтузиазм, за его инициативу и за то, что благодаря его активности мы можем познакомить и универсантов, и петербуржцев, и гостей города с творчеством Степана Степановича Чехотина и дополнительно привлечь внимание к нашему музею Набоковой и к той деятельности, которую осуществляет Петербургский. Мне очень хочется поблагодарить сам Петербургский государственный университет за очень теплое и активное участие в организации этой выставки. Здесь, пожалуйста, я вас прошу, где передать мою благодарность. И с тем, что именно в Петербурге, в музее Владимира Набокова, благодаря сотрудникам и директорам музея, оказалось возможным в камерном таком виде представление третьей работы, которые сохранились от Степана Чехотина. В сути главную цель открывшейся экспозиции очень эмоционально, но очень точно определил петербургский астрофизик и друг Петра Чехотина Сергей Анатольевич Гриб. Очень хорошо, что мы здесь можем усилить нашу память. Нам важно иметь реальную память, а не фиктивную. Не болтать о недостатках Сталина и Советского Союза, а говорить о сути безобразия, о духовном дьявольском влиянии. Вот это надо понять. Оно было и есть. Поэтому это важно понимать. И вот художник, который с начала 20 века занимался живописью и погиб в начале 30-х годов, именно проявляет здесь духовность. Вот это важно. Именно духовность должна у нас сохраниться. Поэтому я надеюсь, что эта выставка поможет возрождению и усилению нашей памяти и продолжению светлой традиции духовности России. Выставка в музее Владимира Набокова продолжалась полтора месяца. И за это время ее посетили многочисленные петербуржцы и гости города на Неве. В один из дней здесь состоялась встреча с известным псковским литератором и писателем Валентином Яковлевичем Курбатовым. Он вначале рассказал о смысле для культуры России этой эпохи мира искусства. Последний всплеск до катастрофы 1917 года и последующих годов, в том числе и для российской культуры. И вот это выступление, начатое на такой высокой культурной ноте, продолжалось в течение 40 минут. Помимо как литератора, нам представился еще замечательный артист Курбатов, который с нужными словами, нужными понятиями, нужными образами раскрыл вот это большое, важное свойство событий в России серебряного века и мира искусства, также потом перешел к чтению стихов Степана. Степана. Музыка. 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 от радости. Художник такого высочайшего класса, такой нежности, чистоты, что в каждом, почему его узнавали по орнаментам, признавали здесь Чехонино чаще всего за Сергеевым. Сегодня вот нечаянно посмотрел на его орнаменты, на письмах просто отдельные орнаменты. И вдруг пришла совершенно несказанная, неожиданная стимуляция, что орнамент есть дитя времени. Что вот, посмотришь, в роскошной Греции во веки не появился бы такой орнамент, как у Степана Степановича. Представить было нельзя ни в каком-то времени, ни в классической России, когда время начинает вертеться и взвихриваться, когда его уносят ветром двенадцати блоков стих. Оно начинает в пейзаже, в натюрморте, в движении человеческой фигуры, в платье, в блеске наших глаз. Начинает появляться вот это самое время, и оно так замечательно здесь, в этой высоте, наглядеться нельзя. Вдруг ты вспоминаешь, что это было такое за чудо, под названием «Серебряный век». Я посмотрел перед тем, как сюда поехать. Трехтомник. Есть замечательный трехтомник, изданный амфорой. Так и называется «Серебряный век». Это портреты, словесные портреты. Кажется, не только и делали все эти замечательные люди, все эти поэты, драматурги, актеры, адвокаты, врачи. Все были блистательно одарены, все до одного. И, кажется, все были поэтами, все до единого. И все ревниво поглядывали, ревниво, любяще, печально, глядели друг на друга и писали портреты друг другу, словно знали, что надо оставить завещание о своем ослепительном Серебряном веке, который вдруг так сегодня начинает восприниматься все чаще с досадою, а то и с раздражением, нашим в особенности угрюмым патриотическим взглядом, что доколе можно страна погибает, а они дартлявые пишут в столице усадьбы, и словно они печалятся о времени, словно их из времени кто-то выгоняет. Вот же время стоит на дворе. Держите эту ослепительную красоту. Кто же вас отнимет? Но они заранее печально уже говорят о красоте, как уходящий. Имя искусства в золотом руне, в столице усадьбы, сразу уходящий. Она еще на дворе стоит вся, все усадьбы целенькие. Борисов Пусатов пишет уже на закате, чуть ли горбатый, странный. Сутул и Сомов пишет уже уходящее время. Все пишут уходящее, словно они сами его в шею, простите меня, гонят. И готовят торжество того, что будет потом. Придут господа большевики, они придут на моноложную серебряную двяком почву, простите. Они придут почти в это пространство, которое почти, ну как бы, истаншилось до совершенной паутиной. Вдруг это время сделало его таким ненадежным, неуверенным, нетвердым, нестойким, воспоминательным. Но зато, когда вот смотришь теперь этот трехтомник, думаешь об этом чуде. Дары каждого из них, не только адвокатов, врачей, естественно, поэтов, но и, кажется, каждого человека. Женщины всегда одно и ослепительные, все роковые, ухер синие тени под глазами. Оргеастические женщины. Какая-то палада, господи, как ее? Богданова-Бельская. Палада Богданова-Бельская. Ей там пишет, как же там написано, господи, о ней я сейчас вспомню. Уродливый и блеклый Гумилев любил не за для этой палады жемчуг шлов, а субтильный Жорж Иванов. Пил отраву ее воображения. Вот они все живут, они все играют немножко, все во что-то играют, все переодеваются во что-то. И женщины, критики, наш брат, на что сам по себе скушен, когда поглядишь на них, айхенвальд какой-нибудь, что не напишет, то кристалл. И Корнееван Чуковский блистать на нем написал, что он совершенно как дивный скульптор, боял скульптуры смыслов, но одевал их, как ни странно, в картинные банки, эти самые бантики и ленточки, как куртизанок. И мышь в роспише своей не узнавала у себя в блеске стиля. Стиль был так блестящий, что он загораживал красоту мыслей, своей изяществом. Или какой-нибудь там никому теперь неведомый Евгений Аничков, опять же критик, который сочиняет, он любит аплодисменты, он знает, что есть успех его несомненный в любом зале, где бы он ни появился. И он умеет вызывать аплодисменты, он знает, какие они бывают. Бывают громкие, бывают раскатистые, бывают бархатные, бывают кошачьи, и даже аплодисменты с хвостом какие-то такие таинственные. И он на спор, приходя в любую аудиторию с коллегами, на спор, сейчас будут раскатистые, а эти вот, сейчас я сделаю, что они будут с хвостом, и умел достигать этого совершенства. Даже непонятно, как это в критике можно достичь таких замечательных высот, чтобы аплодисменты были непременно с хвостом. И все они, как поглядишь, не только ведь поэты, уже ведомые, Агнивцевы, Брюсовы, Блоки, но и Иван Сичбонин, также серебряный век, Лев Николаевич Толстой, серебряный век, Максим Горький, серебряный век, все они там, все тайны сказываются, все друг другу окликают и слышат, какая Энзинка Гиппиус приходит и кричит на Льва Николаевича Толстого. Он, во-первых, почему-то пишет его маленьким, все, кто был в Ясной Поляне, знают, что этот маленький он повыше меня, говорит, я уж совсем не маленький, вдруг на тебя маленький для Зины оказался, я начал кричать на него за его богоискальство, за неверное понимание христианства, на Льва Николаевича покричать, потом спохвативцы видят какие-то цепкие, буравчатые глаз, Льва Николаевича посмотрит на него пронзитивно, спохвативцы, говорит, что это я, и больше порог не переступит. Ясная Поляна, они все жгут каким-то этим общим дыханием, общим воздухом. Вот даже вам покажу совершенно несказанного неведомого вам совсем поэта того же Серебряного Века. К Луне обращаются. Плыви в пространстве величаво над скрытой бездной земной, Развей серебряным сиянием туман, улюм и мрам, душ твой, я душу все тебе отдам, открою, я руку протяну тебе, сияя луна, душа вселенной, сияя луна в моей судьбе. Этот поэт Иосиф Сталин пишет там у себя такие пронзительные нежности и печали романтические стихи, ибо он тоже дитя этого гребня. Он тоже заглядывает в окошко Иосиф Васильевич, еще пока не в Кремлевское окошечко, а там у себя в горе. И его же тоже вторая часть Серебряного Века. И люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму, вместо вина отраву налили в чашу ему, сказали ему, будь проклят, чашу испей до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Это, от Иосифа Васильевича услышать, вот это, о Спасителе нашем. Это, в общем, это вот в этом самом времени, которое все время глядит и глядит в окошко, засматривается к каждому в окно, к деспоту, к тирану, к светлому человеку, к ангелу небесному, но придет непременно и посмотрит, он выговорится. А вот, герой нашего сегодняшнего вечера, он совершенно из зеркала этого века, в словах, если бы все книжки исчезли, все до одной, все от серебряного века прахом, ровно ничего не осталось. И вдруг археологи находят вот эту вот тоненькую книжечку и читая ее, вдруг понимают, что была какая-то странная эпоха, странная, тонкая, изнеженная, ломкая, печальная, куда она делась, от чего была такова. Потом археологи, может быть, по другим вещам и догадаются, но этой будет одной довольна, хотя открывает ее довольно сомнительный комплимент Сергея Михайловича Городецкого, который друг Есенина, как вы помните, потом станет крестьянским, а там и колхозным поэтом. Но в те времена, когда он это пишет, сам Сергей Городецкий еще так изъясняется на участвовании. «Из хрусталя незримого фиала струя ручьи пленительных аллергий, как лилия надменная, стояла ты арфа, вестница тоски и неги», как потом он комбайнер косит и молотит, он будет писать последствия 30-х, но вот тут арфа, вестница тоски и неги. И вот он как предваряет книжку коллеги. «В книжке голубая тетрадь Степана Чехотина все приятное, изысканное простотой и эпиграфы, и типы зданий. Эпиграфы почти все французские и итальянские, полные печали и нежности». Вот. И сами стихи. И стихи эти вполне корректны с точки зрения и ритма, и языка, и вкуса. «Интимизм их сосредоточен, спокойно. Печаль, о которой говорят почти все эпиграфы книги, подлинна, хотя и беспричинна». Весь серебряный век в этом. Печаль подлинна, но беспричинна. Повода вроде нет, но они опечалятся, но и споют эту прощальную песню. «Не было бы несчастья, если бы голубая четрадь осталась в столе поэт». Хорош комплимент. «Но и никакого ровно неудовольствия или досады не вызывает ее обнародование. Она была бы любопытной, изданной через десятки лет, когда наши дни станут стариной, но и теперь ее матовая красота приятна, среди крихливостей и безгодней». Так писали, так будут писать и так можно писать. Вот такая безобразная снисходительность в этом видна уже такого Мастидова Сергея Михайловича Городецкого, уже балованного славою к своему еще молодому и тем более ярославскому коллеге. И после этого надо стреляться, после такого эпига, в котором такой напишут. Но самое замечательное, что он пишет, что она была бы любопытной, изданной через десятки лет. Вот сейчас она издана через десять десятков лет, и если она одна останется, она уже будет свидетельцем целой эпохи. Во всей ее самой, может быть, такой, даже не могу сказать, самого главного определения. Наверное, по стихам это будет сразу понятно. И почему Городецкий и что, они останутся? Она в столе тоже не была большим, большой утратой для литературы. Тут, там тонкость та, что родился Степан Степанович в Константинополе, детство в Нише, потом в Венеции, потом в Париже, потом уже Одесса, потом уже достаточно в отроках является. У него не оказалась Родины в том коренном, каком-то живом, старинно-русском смысле. Не в словесном, в чужом словесном пространстве живет, не в земной, в той самой, потому что все время по дипломатическим дворам, по чужим столицам. И это, в результате, он живет в замке воображения и отвлеченного смысла. И это его дом. Поэтому и в стихах вы чувствуете все время вот, это такое вот, пространство за окном, не за окном, не угадаете. Вот, ну, первое же. Морозный воздух ясен и лучист, кресты в высоком небе золотятся, венчая купола, в аллеях снежных мгла, там тени голубых голубым ковром ложатся, и одинокий увядает лист. Багряный саван, золото парчи, и паутина шелковой осетий, и призрак неземной моей любви былой, и все воспоминания о лете угасли, как последние лучи. И если крест поблекнет золотой, в высокий терем поднимусь с молитвой по лестнице скорбей, там буду ждать лучей, и ясным взором наблюдать за битвой покоя ночи с праздной суетой. Это так и шлепительно красиво, что вы никак не можете понять, про что это? Вот это по лестнице скорбей поднимается, в каком-то таинственном неведомом мире поднимается человек и пишет туда, это тоска по красоте, он живет в этом царстве красоты, он строит вокруг себя здание, построил такой замок этой красоты, и в нем уже тут на улицу выглядывать не надо, и улица почти не появляется ни в каком виде. В рисунках вы видите, матросы бегают, и печатишься только о том, что нет стихов двадцатых годов, конца их. Вот субтильный Жорж Иванов, если бы он остался вот тем Жоржем Ивановым, который был в серебряном виде, какой это был бы вздор, простите, мы бы даже говорить о нем не смели, про вежеманство и субтильность, чего бы вспомнить не могли. Но безжалостная иммиграция выковала из него такого слепительного поэта, такой драматической могущественной силы и красоты, трагизма почти высочайших. И я думаю, что если бы нашлись в архивах у этих любителей заглядывать в чужие окна, вот эти вот стихи двадцатых-тридцатых годов, начала тридцатых, то мы бы узнали другого Степана Степановича Чихотина, и увидели бы другой лик этого серебряного века, повернувшись там своей жесткой и драматической стороной. Но нам этого не выпало. Мы видим только вот серебряную часть и читаем, простите, вот, Сергей Сергеевич, пожалуйста, улыбка и читаем. Вчерашний день прошел уныло, я не страдал. Может быть, напрасно прошел, не страдал. Как у Барана Уинхаузена, помните, в восемьдесят девяти под страданием по этой серебряной века должно входить в распорядок дня. Вчерашний прошел уныло, я не страдал. Отец все шипы забыл, их горит жал. Я не нашел успокоения в твоих словах, я лжей искал и наслаждения в красивых снах. Хорошее признание. Зарею темный искуситель мне дал совет забыть любви святой обитель на много лет. В суровый миг в немой разлуки я слез не бил. Твой скорбный взор связал мне руки, меня простил, как дуб в лесу, опять расколот огнем с небес. Я жду тебя, твой тяжкий молот, как меч воскрес, как алый меч в последней битве сразит он нас. Ты будешь жить в моей молитве. Беги сейчас. Вот представь, что эти стихи, читая человека в крестьянской рубахе, нельзя. И даже в лицейском мундире тоже нельзя, что в лицейском мундире этих стихов тоже не прочитаешь. Тут должна быть обязательно вот в петлице алая роза и какой-то другой, какой-то нежный белый цветок сиять во всем, и чуть упадническое лицо, чуть-чуть верчинской красированности, красированности, да, все будет соразмерно и ясно. Вот это все, это все век, который, может быть, лучшего зеркала, наверное, и не было. Он только, может быть, там расцветал в особенности, когда превращался в любимую Европу, в любимую Венецию. Венецию пишут несказанно. Все вы, кто бывали в Венеции, помните, что когда плывешь по канале Гранде, я был все один раз, но такое бывало, плывешь, вот ощущение усталости. Вот за каждой, если там видишь окошечко, горит одно где-нибудь, ты тотчас нарисуешь, там такую неслыканную жизнь, там не будут сидеть рыночные ребята в уборных костюмах или сочинять вздор какой-нибудь для затошнего отчета. Там будут тени чего-то такого несказанного каждый раз. И там у него все, конечно, загорается, мы там все поэты. И Степан Степанович первый, поздней ночью, при белой луне, лихт твой Венеции нравится мне, мрачные ветхие каналы, узор, тайные столетия и чарует мой взор. В окна покинутых горных дворцов призраки смотрят и слышен их зов, и по балконам, крестам, куполам, звонким ступеням и сонным мостам тени и вздохи чуть внятно скользят, шепотом мне о любви говорят. Музыка грустных и пламенных слов с масок снимает оковы веков. Музыке смертям не сладко внимать, мертвых любовь я желаю узнать. Много ночей напрогнут, я не сплю, призраки, призраки, вас лишь люблю. У него есть цикл, называется «Призраки». И призраки идут из стихотворения в стихотворение. Призраки и реального, и ускользающего, и не вспывшегося, но все преимущественно призраки. И проговорки, вот чем они хороши, эти замечательные поэты второго ряда, назовем их так, что они проговариваются чаще, чем поэты высокого извода. Кружится сладкая голова, и с ней пылает ум, идут беспечные слова навстречу, вместо дум. Вот эти беспечные слова вместо дум, это тоже, в общем, как-то отчасти портрет времени. Беспечные слова опережают мысль, они приходят в своих роскошных нарядах. Вот. Играет искрами вино, звеня пьянит бокал, откроем, орликин, окно, на темный наш канал, смотрите, тишина кругом, как сонный страж луна, лагуна темным лунным сном и небою полна. Умокла эхо-серенат, толпы нарядный гул, осенней влагой дышит сад, в садовом амур уснул, о, маска, я не орликин, я тень забытых снов, из снежно-голубых равнин на двое пришел я. Зов, от вас исходит свет луча, в ответ раздался смех, коснулись две руки плеча, и бог любви у тех в саду проснулся, и стрелой два сердца в миг пронзил, дыханием пламенной игрой он двух соединил, идут бессвязные слова, в тумане алым ум кружится сладкая голова, а в сердце странный шум. Весь Сомов помещается тут целиком со всеми уже мадными картинками Сомовскими в садах, в перекличках, в боскетах, в парках, он весь тут, весь в этом стихотворении один за другим. И так почти каждое бесповоротное решение в монастырь, в монастыре и о мирной дух. Ты прав, великое смирение не победить в борьбе, от труду, от речи, от лисения и жажды, и позабыть любви, устав, клянусь, не согласится каждый, но путь твой истинный. Ты прав, служение Богу, лобу и молитве, и тихий колокольный звон, так вдалеке от слез, от битвы, как от глубокой бездны трон, с тобой хотел бы удалиться, и я в обитель светлых снов, но научи, кому молиться, как разлюбить, и я готов. И тоже портрет века, научи, кому молиться. Это ведь не то, что Лев Николаевич пишет там свое Евангелие, он понимает, что век уже не знает, кому молиться, и тот усталый, простите, усталый, век обрядовый, обрядовый тавтологий, почти, когда человек приходит в храм и думает, господи, ну, как все мы в храме чаще всего стоим, это господи, много не наказал, трубу закрыл, и утюг-то выключил, или нет, а работу не дописал, компьютер, что у меня там, опять спохватишься, опять в храме стоят, а там вдруг, век начинает стоять в этом пространстве, почему Псковский архиепископ Росений Стадницкий в 1907 году криком кричит с порос скрыта, вскрыт с балкона своего епископского дома, своим батюшкам, собравшимся честовать его, что господа папы, это мы с вами произвели вот это революционное безумие, совершившееся на дворе, это мы выпустили звук народ, который сейчас вот происходит, вот это, опомнитесь, вернемся в храм в этой глубокой силе, мощной власти, во всем царственном состоянии, которое удерживает мир, вот чтобы не каждое, тем более интеллигентское сердце, научить кому молиться, как из любителя готов, призвание, ну и может быть сейчас последнее, я легким шагом прохожу незримые ступени, и вдали я с ней гляжу, где тают сны и тени, молитву к вечной красоте, пою я, как умею, эхо в близкой высоте я слышу, я робею, но много на пути чудес, прекрасный снов земное, и лучезарен храм небес, и солнце золотое, умчались призраки и сны, и страх за ними следом, я слышу звонкий рок весны, зовет меня к победам, вот то, что умчались призраки и сны, и он вдруг увидел реальность, почувствовал ее приближение, он обижал весное время, в это время как раз и совершил то, что совершил, и ему уже не дописать было тех слов, которые и заканчивали призывом богом весны, который взбодрил его сердце, и озарил его пламя ума, странно, что дело, по которому он был расстрелян, начало слово весна в своем наименовании, как ни странно, не знаю, почему дело так называлось весной, или расстрел военспецов, это понятно, но почему весна вмешалась в этой, как будто вот, тайной рифмой к этому стихотворению, что вот он пробудился для жизни, увидел наконец это сияние света, подлинности вместо той неземной, но выдуманной красоты, но в это время безжалостная дверь захлопывается и заканчивается расстрелом, я думаю, что расстрел этот был не так красив, как хотел бы его хозяин вот этого дома, помните, как он писал вот, бывает ночью только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать, и дальше он пишет все, как его убивают, но оцепенелого сознания коснется тихо не часов, благополучного изгнания, я снова чувствую покров, но сердце как бы ты хотела, чтобы это вправду было так, Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг, звезды и черемухе России, все заслонило безумие расстрела, заслонила вот эта ослепительная красота этого видения, я думаю, Степан Степанович не успел увидеть не весь в черемухе овраг, не звезды, а только вот безобразное дуло, наставленное, обрывающее то не слыканной красоте жизни. И вот я, может, только закончу еще наставить самого, вот нашего хозяина Владимира Владимировича, он, вот это написано в 26, 25, 26 лет, с 20 до 25 лет, напечатан в 26. Владимир Владимирович и 18 лет, уже старше Степана Степановича, и у него земля за ним, за ним выра его несказанная, вот та, которая умеет, мы каждый раз проезжаете рождественно, эти шины велосипеда, которые все время и сейчас можно на его велосипеде промчаться и услышать и задавить того же жука, который в защите лужных сиял когда-то, и в самих стихах это слышно все время, вот, и это его и защитило, и спасло от того, чтобы стать вот, может быть, тоже войти в ряд поэтов, певцов неземной красоты, спасла любовь той земной, мощной, корневой какой-то стихии деревенской, выроской страны, которую держал бы до последнего часа, даже уже, может быть, чуть ли не последние стихи, где он пишет, сейчас лично найду, вот, нравится мне лучше всего, сейчас, так, о родине, все время отвяжись, я тебя умоляю, все лучшие стихи, которые были, они, каждый сон его был только об этом, об этом, об этом, об этой вы, об этом рождествене, об этом доме, о Петербурге, отвяжись, я тебя умоляю, вечер страшен, глух жизнь затих, я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих, тот, кто вольно отчизну покинул, волен выйдь на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей, навсегда я готов затаиться и без имени жить, я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык, но зато, о Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи воды угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли столетия, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. Может быть, вот, если бы мы, в самом деле, дочитали вот те самые стихи Стивана Степановича, писанные в двадцатые годы, мы бы увидели вот этот вот образ той же спасительной Родины, она бы его сама и загородила, но вот, к сожалению, время оказалось такое, что ответила другим последняя Владимир Владимировича стихотворение Старикава. «С серого севера Вот пришли эти снимки, Жизнь успела не все Погасить недоимки, Знакомое дерево Вырастает из дымки, Вот на лугу шоссе Дом с колоннами, Оридыш! Отовсюду почти мне к себе До сих пор еще удалось бы пройти, Так бывало купальщикам На приморском песке, Приносится мальчикам Кое-что в кулачке, Все от камушка этого С каймой фиолетовой До стеклышка матого Зеленоватого Он приносит торжественно Вот это батово, Вот это рождественное!» Они стоят, по слову, на наше счастье, Они стоят сейчас по питерски По дороге на Псков и Киев, Стоят эти батовые рождественные, Можно коснуться этого Чудо и тайны, И понять, что спасало Поэты в его веке Будет спасать Только вот Русских поэтов, В особенности Матушка Родина Она не успела спасти Степан Степановича, Потому что Время оказалось таково, Каково оказалось Не успел привиться Младенческих ногтей Не успел привиться К этому Родовому русскому дереву Но зато какое слово При всем письма Посмотрите Написать Полтысячи писем Матери При этом Каждый с рисуночком Вынищенный С такой нежностью Сегодня мы уже Не своего почерка Никто из нас не знает Мы все на кнопочках Даже детки уже С первого класса Стучит на этом И уже не знаю Как он пишет Между тем почерк Поглядите вот тут Вы по почерку Увидите И нежность, и любовь, и свет Все выговаривается почерком Все в нем содержится Если из нашего мира Уйдет сейчас Красота, нежность, любовь, Благодарность Она уйдет Как ни странно Под стук клавишей Мы потеряем Характер Теряется Почерк Это характер Человеческий Он выговаривается В этом начертании буквы Вы не знаете себя Потому что вы не видите Как вы пишете сейчас У нас у всех Одинаковые характеры Делаются Мы постепенно делаемся Неразличимы Вот Выравнивается Что-то в человеческой психологии Сад Человеческих жизней Перестает быть Садом райским Но становится Извините Парком Насильственно Насаженным Я не знаю Как это происходит Но ощущение Что мы беднеем С вами на глазах И уже вовеке Не родится Стихов Вот такой Небесной красоты Как у Чахотина Красоте Выдуманной И таких Земных Как у Владимира Владимировича А земной И спасительной России Будет что-то Очень может быть И эффектное И блистательное Как часто Сегодня Но уже не содержащие В себе Вот того гена Гена человеческой Соприродности Того Что было С земным Пространством Словно у нас И в самом деле Кто-то из Еврейских поэтов Россию отняли Как ногу Душа нет Нет и заболит Он же в Израиле Об этом написал Что Россию отняли Как ногу Душа нет Нет и заболит Вот то что у нас тоже Если мы вдруг начнем Вглядываться Сегодняшнюю словесность Внимательно И бережно Мы вдруг увидим Что происходит И со словом Нечто странное Оно как будто теряет Дали Глубину И оно с него Как цифровой Фотоаппарат Это фотографии Мгновенные Как живые Но дали Которые из старой фотографии Любая фотография Старая Возьмите Там мужики Пупцы Дворяне Кто угодно Бесконечные дали Влетят Вот это лицо А сегодня мы не успеваем Сделать лицо Тогда надо было Хотя бы думать Не мигнуть А теперь И готовы И вот мы становимся Плоскими И литература Становится такой же Узнаваемой Мгновенной И тоже сделаем в цифре Тоже вся цветная Все блестящее Но глубина Чтобы вы сейчас Могли сидеть в зале И окликнуть Одного автора Или двух назвать Которые бы каждый из нас знал Ну конечно Назвать Такого объединенного имени Они ушли Вместе с последней Великой Тройтой Астафьев Белов Распутина С этой Может тремя Видите себе на Распутии Ушла литература Большого стиля Какой-то страшной Ну Глубины Какой-то мощной Земной емкости И пришла вот и эффектная И блистательная И ослепительная Все мы теперь набоковы Но набоков в худшем смысле Потому что мы Только стилисты Блистательные Но уже Вот того земного Горенного Глубинного Существования Кажется решены Простить С этой импровизацией Все Спасибо Еще вопросы Если есть То Скажем Спокойной Возможно Если бы Жизнь Наслаждалась так Хронически Не в своем офисе Он понимал сам Что возможно Он бы не стал Тем писателям И тем поэтам Которым Которым Он стал Тоже Вот Наук Не ранее Ранее Которые К сожалению Возможно Развиться Потому что Все это Это Увидим Кажется Конечно Мы все Чувствуем Все возгнания Чувствуем Что Тайная Внутренняя Миграция У нас тоже Есть Мы Как будто Мы Начинаем О ней Как В серебряном виде Дома Сидим Тут Посреди Родного Отечества Но все Как На Постоянном Дворе Завтра Вон Вон Как Половина Молодых Людей В журнале Студенческий Меридиан Валить 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 В даст Валить Эмак Валить Валить Эмак Вален У 같이 У нас Валить Р привести Шуوں Звучит Родного Сердеков В 1969 В Multiman Шуcker что в атмосфере вот этого зала, если это будет продолжаться, то мы тем самым будем все спасены, как Алёша Карамазов, мальчики. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»